Могу поклясться, что больше нигде в мире, нигде в мире нет худшего положения для двух миллиардов мусульман, чем в Иерусалиме. Больше нигде в мире. Этот город окружен мусульманами. Огромный город, словно стадо китов. Субтитры создавал DimaTorzok В завершении прошлой лекции мы говорили о том, что Умар достиг местечка Джабия. Здесь он встретился со сподвижниками, да будет доволен имя Аллах. А затем пришло время встретиться с патриархом Иерусалимы, поскольку тот сказал, что отдаст ключи от города только Умару, да будет доволен имя Аллах, и никому, кроме него. Умар, да будет доволен имя Аллах, решает направиться в Иерусалим. Умар остается самим собой. Он путешествовал всю дорогу, начиная с Медины, в одежде, на которой было 17 заплаток. Пришло время встретиться с патриархом, и другие сподвижники начали говорить, о, повелитель правоверных, ты приехал издалека, из города Медины. А эти люди привыкли к помпезному, роскошному образу жизни. И мы не хотим, чтобы весь твой путь прошел напрасно, в случае, если они увидят тебя в таком виде и скажут, что правитель не может быть таким. И они обратились к нему, о, повелитель правоверных, почему бы тебе не сменить одежду только лишь для встречи с патриархом, а после встречи наденешь свою прежнюю одежду? В некоторых источниках говорится, что Умар, да будет доволен им Аллах, зашел в палатку, снял с себя понушенную одежду с 17 заплатками и надел новую одежду. Он сделал несколько шагов, а затем повернулся к сподвижникам, да будет доволен им Всевышний, и сказал им, «Помните, помните, было время, когда мы были презренным народом, мы были никем, а затем Всевышний Аллах возвысил нас исламом. Где бы мы были, если бы мы не восприняли бы уроки исламы?» И далее упоминается, что Умар, да будет доволен им Аллах, вернулся в палатку, снял с себя новую одежду и надел потрепанную одежду с 17 заплатками. И затем он отправился на встречу с патриархом. И это удивительно. Ведь история помнит человека, на чьем одеянии было 17 заплаток. И история забыла тех, чьи одеяния были помпезными и роскошными. Потому что история помнит тех, кто являются людьми блага и милости. Сегодня, спустя 1400 с лишним лет, мы сидим здесь, в Бирмингеме, и мы говорим о человеке, на одеянии которого было 17 заплаток. Представьте, если на улице вы встретите человека, на одежде которого будет 17 заплаток. Как мы с вами воспримем этого человека? Но то был повелитель правоверных Умар, да будет доволен им Аллах. Итак, он покинул Джабию и достиг окрестности Иерусалимы. Все люди с нетерпением ждали его. Умара ибн Аль-Каттабы, повелителя правоверных, самого могущественного человека того времени. Умар, да будет доволен им Аллах, был вместе со своим слугой. Помните, в прошлой лекции я говорил, что у них было два верблюда. Один из верблюдов был чуть лучше по своему состоянию, другой чуть хуже. И они были на этих верблюдах. Лишь два человека на протяжении всего пути от Медины до Иерусалима. В тот момент, когда они достигли Иерусалима, пришла очередь слуги ехать на лучшем верблюде. И Умар, да будет доволен им Аллах, сказал слуге, садись на этого верблюда. Слуга говорит, о повелитель правоверных, посмотри, здесь тысячи людей, которые ждут твоего появления. Они ждут не меня, они ждут встречи с тобой. И люди скажут, как мог ты, слуга, сесть на лучшего верблюда? А Умару ибну Аль-Каттабу, повелителю правоверных, самому могущественному человеку на земле, позволил сесть на верблюда похуже. На что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, «Сейчас твоя очередь». И добавил, почет дарован тем, кто выполняет свои обещания. Так вот, представьте, Умар, да будет доволен им Аллах, самый могущественный человек на земле, и тысячи людей, ожидающих его появления у ворот Иерусалима. И Умар вступает в город верхом на более худшем верблюде. Но истина заключается в том, что Умар остается повелителем правоверных, а слуга остается слугой. И в этом самое основное отличие. Почему? Потому что именно Всевышний Аллах дарует почет тому, кому пожелает, а также забирает этот почет у кого-либо. Итак, Умар, да будет доволен им Аллах, достиг стены Иерусалима. Интересно, что этот город во многом сохранился, и сегодня в том виде, в каком он был многие столетия назад. И сегодня в нем есть ворота Умара, те самые ворота, через которые Умар, да будет доволен им Аллах, вошел в Иерусалим. Они до сих пор сохранились, и известны как ворота Умара. Патриарх в это время ждет Умара ибна Аль-Хаттабы, да будет доволен им Аллах. И между ними состоялось соглашение, они составили пакт. Это очень известный пакт, и я собираюсь прочесть его вам. Это соглашение является уникальным, поскольку в то время религиозной свободы, по сути, не существовало. Завоеватели захватывали города и делали все, что хотели, жители подчинялись захватчикам и лишались всяких прав. Умар, да будет доволен им Аллах, поговорив с патриархом, составил следующий пакт. Я зачитаю вам этот документ. Умар, да будет доволен им Аллах, начинает его так, с именем Всевышнего, Милостивого, Милосердного. Это гарант безопасности, данной рабом Всевышнего Умаром, повелителем правоверных, жителям Иерусалима. Этот документ гарантирует безопасность им самим, их имуществу, их церквям, их крестам. Гарантируется безопасность больным и здоровым жителям, а также сохранение ритуалов как части их религии. Церкви не будут населены мусульманами, также они не будут разрушены, будут сохранены сами здания, а также земля, на которых церкви построены, и также не будет нанесен ущерб крестам или имуществу церкви. Ни один человек не будет насильно приведен в ислам, а также ни один иудей не будет жить вместе с ними в Иерусалиме. Вот это условие. Ни один человек не будет насильно приведен в ислам, а также ни один иудей не будет жить вместе с ними в Иерусалиме. Добавили христиане, составляя договор с Умаром, да будет доволен им Аллах. По сути, до того, как Умар стал повелителем правоверных, ни одному иудею не разрешалось войти в город Иерусалим. Таким образом, христиане сказали Умару, «Мы подпишем этот договор и отдадим тебе ключ от города при условии, если ты не позволишь иудеям жить в Иерусалиме». Что же сделал Умар? Он позволил иудеям приходить и посещать город. А ведь до прихода сюда мусульман иудеям не разрешалось даже заходить в город. А Умар им позволил. Затем текст документа продолжается. Жители Иерусалима должны платить налоги, как это происходит в других городах. А византийцы и римляне должны покинуть город. Но христиане могут остаться. Те жители Иерусалима, кто хочет покинуть город вместе с византийцами, могут взять с собой свое имущество, оставить свои церкви и кресты и спокойно уходить, пока они не достигнут безопасного пункта назначения. То есть, если кто-то хотел уйти, он спокойно мог это сделать. Селяне могут жить в городе, но должны платить налоги, так же, как и горожане. Те, кто хотят уйти вместе с византийцами, могут уйти. Те, кто не хочет, могут остаться со своими семьями. Ничего не будут забирать у них, пока не созреет урожай. А затем Умар, да будет доволен им Аллах, завершает текст договора словами, если они выплачивают налоги согласно договору, тогда выполнение условий этого документа попадает под соглашение Господа, имея в виду, что все условия будут исполнены ответственность пророка, халифа и верующих. Вот таков был текст соглашения. И он поистине уникален. Почему? Потому что прежде захватчики делали все, что пожелали в тех пунктах, которые они захватывали. Но Умар, да будет доволен им Аллах, по сути, предоставил жителям полную свободу. Им охраняли церкви и позволяли поклоняться так, как те хотели, при условии, что они платят налоги. Это соглашение было подписано Халидом ибн Валидом, Амрам ибн Асам, Муави, Абдур-Рахманом ибн Ауфом, да будет доволен им Всевышний. Они завершили подписание договора, и патриарх отдает ключи от города Умару, да будет доволен им Аллах, и тут патриарх начинает плакать. Умар спрашивает патриарха, почему ты плачешь? Такова жизнь, иногда побеждают, иногда другие. Патриарх отвечает, я плачу не из-за этого. Я плачу потому, что пока у мусульман будет лидер, подобный тебе, их невозможно будет победить. Я знаю, что сегодня победили вы, завтра можем победить мы, но пока у мусульман такой лидер, как ты, их невозможно победить. Затем Умар, да будет доволен им Аллах, входит в мечеть Алякса. И помните, каким было пророчество посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям? Посланник Аллаха, саллиллаху алейвасалям, говорил, совершите два раката в мечети Алякса. А если вы не можете совершить два раката в мечети Алякса, то хотя бы отправьте масло, чтобы можно было зажечь светильники в мечети Алякса. А ведь в то время мечеть Алякса не находилась в руках мусульман. Так вот, пророк, саллиллаху алейвасалям, говорил, совершите два раката в мечети Алякса. И первым человеком в истории ислама, который совершил два раката в мечети Алякса, был Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Никто до него не делал этого. Именно он осуществил пророчество посланника Аллаха, саллиллаху алейвасалям. В первом ракате он прочел ссору Сад, на месте поклонения пророка Дауда, саллиллаху алейвасалям, которая тоже находилась здесь. А во втором ракате он прочел ссору Аль-Исра, тот момент, где Всевышний Аллах говорит о переносе пророка, саллиллаху алейвасаляма, из Микки в Иерусалим. Мои братья и сестры, помните о том, что пока мы живы, у нас всех есть возможность выполнить пророчество посланника Аллаха, алейвасаляму алейвасалям. Поехать в мечеть Аллах, потратить на это 200-300 фунтов, лететь туда около 4 часов и все, затем совершите два раката в мечети Аллах, а если не можете, то отправьте масло для светильника в мечети. Знаете, что по этому поводу говорят алимы? Что это может означать? Они говорят, имеется в виду, сделайте что-то, что может помочь мечети Аллахса. Мечеть Аллахса – третья святыня ислама. Те, кто сегодня живут рядом с мечетью Аллахса, выполняют фарзу-ль-Кифая от имени всех мусульман. А сами не хотите лететь всего 4 часа на самолете, не хотите провести несколько часов в аэропорту? За все свои годы правления в качестве халифа, то есть за 10,5 лет Умар ибн аль-Хаттаб лишь однажды отправился в поездку за пределы Медины, с тем, чтобы получить ключи от Иерусалима. За исключением хаджа, и больше никуда. Итак, Умар, да будет доволен им Аллах, совершил два раката намаза, и затем сам начал очищать мечеть. В Иерусалиме всем известна мечеть Купол Скалы. И часто многие думают, что это и есть мечеть Алякса. Нет, весь комплекс, все это огороженное место является мечеть Алякса. И мечеть Купол Скалы – лишь его часть. И это место, мечеть Купол Скалы, на тот момент было очень грязным местом. Почему? Потому что христиане верили, что на этом месте был распят Иса, алейиссалям. И это место было превращено в свалку до такой степени, что, согласно преданию, женщины после завершения своих критических дней выбрасывали здесь свой использованный материал. И Умар, да будет доволен им Аллах, начинает очищать это место. Сподвижники видят, как он чистит все вокруг, начинают ему помогать, и Умар, да будет доволен им Аллах, выносит оттуда весь мусор. Наступает время намаза. То есть он сделал двухракатный намаз, а теперь наступило время обязательной молитвы. Умар оглядывается вокруг и видит, Белял, да будет доволен им Аллах. Он говорит ему, «О, Белял, прочти азан!» «Белял, прочти азан!» На что Белял, да будет доволен им Аллах, говорит, «О, повелитель правоверных, после ухода посланника Аллаха, алейиссаляту ассалям, я больше не читаю азан. У меня нет сил читать азан». Тем не менее, Умар, да будет доволен им Аллах, продолжает настаивать. Тогда Белял, да будет доволен им Аллах, Он встает и начинает читать «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Упоминается, что сподвижники, которые принимали ислам, будучи молодыми, и с черными бородами, с годами постарели и посидели. И все как один разрыдались, услышав слова Азаны, поскольку Азан Беляла вернул их во времена посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям. Сам Умар, да будет доволен им, Аллах тоже плакал, и так сильно, что им пришлось утешать повелителя правоверных. Вот как сильно он плакал. И обратите внимание на ту высокую степень, которой Всевышний Аллах одарил Белялой. От положения раба до муадзина посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям, в Медине, в день завоевания Мекки, для мухаджиров наступил самый счастливый день, поскольку они вернулись домой. И посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, сказал Белялу, прочти Азан. Но не просто прочти Азан, а поднимись на крышу Каабы, то есть на самую священную крышу для всех мусульман, и оттуда прочти Азан. Затем, спустя столько лет, пришел день завоевания Аль-Аксы, и кто прочел Азан в Иерусалиме в тот день? Тот же человек, который когда-то был рабом, тот, которого Всевышний спас от принадлежности человеку, сделав своим рабом. И Умар, да будет доволен им Аллах, руководил тем намазом. Представьте себе, Умар, имам в намазе, он встает и говорит, равняйте ряды, а в рядах стоят Халид ибн Валид, Шуракбил ибн Хасана, Муаз ибн Джаббаль, Абу-Убайда ибн Аль-Джаррах, и сотни других сподвижников, да будет доволен им Всевышний Аллах. Рассказать ли вам о еще более красивом намазе, чем этот? Когда Белял читал Азан в Медине, и затем пророк, саллиллаху алейу ассалям, выходил из дома Аиши, да будет доволен ею Аллах, и затем вставал на место имама и говорил, равняйте ряды. А в рядах стоят Абу-Бакр, Умар, Утман, Али, сподвижники, при жизни обрадованные раем, участники битвы при Бадре, жены пророка, да будет доволен имя Аллах. Вы только представьте себе этот намаз. Но я расскажу вам о намазе еще прекраснее этого. Давайте вернемся в Аляксу, когда Всевышний Аллах говорит «Слава тому, кто перенес ночью раба своего из мечети запретной, масджиду Аль-Харама в Мекке, в мечети Аль-Акса в Иерусалиме». А теперь представьте такой намаз. Пророк, саллиллаху алейу ассалям, руководит намазом и говорит, равняйте свои ряды. А в рядах не Абу-Бакр или Умар, здесь стоят Ибрахим, Юсуф, Юнус, Муса, Якуб и другие пророки, алейхимуссалям. В истории больше не было боли баракатного намаза, чем тот, которым руководил пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, в мечети Аль-Акса. 124 тысячи пророков, мир им всем. Если вы отправитесь в мечеть Аль-Акса, то в прямом смысле слова будете совершать земной поклон на том месте, где совершали земной поклон пророки Всевышнего Аллаха. Если бы у мечети Аль-Акса не было другого иного достоинства, кроме как этого, то и его одного было бы достаточно. У вас есть возможность ходить по тем же местам, где ступали все пророки мир им, начиная от Адама до Мухаммада, алейху ассалям. Даже если бы не было бы другой особенности у этой мечети. Итак, Умар, да будет доволен им Аллах, завершает намаз. И дальше происходит следующее. Он заканчивает молитву, поворачивается и начинает плакать. Люди начинают говорить ему, о повелитель правоверных, почему ты плачешь? Сегодня такой радостный день, ты исполнил пророчество посланника Аллаха, алейху ассалям. Ты вернул мечеть, построенную пророком Сулейманом, алейху ассалям. И это удивительно, потому что Умар, да будет доволен им Аллах, был необыкновенным человеком. Он ответил, я знаю, вам не обязательно это говори. Но я думаю о словах пророка, саллиллаху алейху ассалям, когда он с Минбара сказал, я не боюсь, что вас настигнет грех многобожия, но когда Всевышний Аллах откроет для вас блага земной жизни, то вы будете соревноваться в их обретении, как это делали те, кто был до вас. И эта земная жизнь погубит вас, как она погубила тех, кто был до вас. Умар знал, что мусульмане будут доминирующей силой. И обычно любая сила, которая поднимается наверх, затем переживает падение. Такова воля Всевышнего Аллаха. И Умар знал, что мусульмане будут доминирующей силой, и очень беспокоился по этому поводу. Так вот Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, я знаю это. Но я беспокоюсь по поводу того, что когда Всевышний откроет вам блага земной жизни, это может разрушить вас, как разрушило тех, кто был до вас. Затем Умар, да будет доволен им Аллах, завершает свой намаз. И тогда патриарх предлагает Умар, да будет доволен им Аллах, сделать обход вокруг Иерусалима. А рядом с мечетью Аль-Акса располагается главная церковь христиан, где, как они полагают, покоронен пророк Иерусалима. Итак, он пригласил Умара, да будет доволен им Аллах, смотреть город. И наступило время намаза, и патриарх говорит ему, о повелитель правоверных, не переживай, можешь молиться прямо здесь, в церкви. Посмотрите, каким мудрым он был. Он сказал, нет. Если я совершу здесь намаз, то позднее мусульмане скажут, повелитель правоверных молился здесь, а значит, это место принадлежит нам. И Умар вышел из церкви и помолился на улице. А сегодня на том месте существует мечеть Умара. Посмотрите, насколько удивительно мудрым был его поступок. И спустя много столетий после этого, во времена Салахуддина, произошли крестовые войны. Самые длительные сражения в истории. Они длились свыше двухсот лет. И люди сказали Салахуддину, это не закончится никогда. Мы знаем один способ прекратить все это. Все, что тебе нужно сделать, это разрушить эту церковь, поскольку христиане верят, что Иса похоронен здесь. И если ты разрушишь церковь, все закончится на этом. Больше не будет этой проблемы. Христиане перестанут приезжать сюда. К тому же это противоречит нашему вероубеждению. Ведь согласно нашему вероубеждению, пророк Иса, алейиссалям, был поднят на небеса. Что на это ответил Салахуддин? Он сказал, я не могу сделать этого. Его спросили, почему? Он ответил, потому что человек более великий, чем я, который завоевал Иерусалим, не сделал этого. Так что я не смогу сделать этого. Он имел в виду Умара. И в этом проявилась мудрость Умара, да будет доволен им Аллах, который сказал, если я совершу здесь намаз, то мусульмане последующих поколений могут сказать, повелитель правоверных молился здесь, а значит это место принадлежит нам. В течение нескольких дней Умар, да будет доволен им Аллах, оставался в Иерусалиме, а затем он уехал. И до того, как уехать, Умар, да будет доволен им Аллах, произнес поистине удивительные слова. Он сказал, о мусульмане, позвольте дать вам совет. Он сказал, Всевышний Аллах выполнил свое обещание, которое он давал вам. Имеется в виду, что Всевышний говорил, что даст вам Иерусалим. И он даровал вам Иерусалим. И он даровал вам наследие на этой земле. Так пребывайте же в состоянии благодарности. Поскольку пока вы пребываете в состоянии благодарности, Всевышний будет продолжать неспосылать свою милость. И послушайте его слова. Затем он добавил, не будьте из числа неблагодарных. Ведь когда человек начинает грешить, он становится из числа неблагодарных Всевышнему Аллаху. Если он не совершит покаяние Всевышнему, тогда Всевышний лишит их того почета, который он даровал им, и возложит этот почет на их врагов. Вот и все. Три-четыре предложения. Вот и все, что он сказал. Всевышний Аллах исполнил свое обещание. Оставайтесь в состоянии благодарности. А если вы начнете грешить, то вы более не являетесь теми, кто пребывает в состоянии благодарности. Если это произойдет, и вы не совершите покаяния, тогда Всевышний заберет почет, дарованный вам, и обратит против вас ваших врагов, которые принесут вам зло. Могу поклясться, что больше нигде в мире, нигде в мире, нет худшего положения для двух миллиарда мусульман, чем в Иерусалиме. Больше нигде в мире. Этот город окружен мусульманами. Огромный город, словно стадо китов. Посмотрите, как Всевышний забрал почет у мусульман. Это позор всем нам. Но не для палестинцев, поскольку палестинцы, как могут, защищают святыню исламы. Но для всей остальной уммы положение в Иерусалиме является позорной ситуацией для всех нас. Итак, мы говорили с вами о завоевании Иерусалима. Умарам да будет доволен им Аллах. Думаю, в трех частях мы раскрыли эту тему. Мы просим Всевышнего Аллаха возвеличить повелителя правоверных и просим Всевышнего даровать нам хотя бы часть той мудрости, которая была у Умара. И просим Всевышнего объединить нас в этом мире, а также собрать нас всех вместе в раю. Благодарю вас всех за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok